Я слышал... Вау! Ну, вот. И что? Я понял, у тебя переполняют тебя эмоции, потому что, видимо, с женой тоже были проблемы, я так понимаю. Да, всю жизнь с женой проблемы, пока она есть. Захлёст идёт. Песня приголола тебе? Мне очень понравилась эта песня, да, и мне даже показалось, что я знаю автора слов этой песни. Да, я абсолютно уверен, что ты его знаешь, потому что зовут его Артур Макаров. И живёт он на Арбате, вернее. Он читает там стихи, и вообще он очень хороший артист, замечательный поэт, прекрасный просто поэт. Ты видел у нас передачи его, как мы однажды в лесу с ним, в лесу это Лес Лайв, такая программа, в которой мы уезжаем за город и там сидим, дурачимся. И он там читал монологи Ленина. Вот это было очень смешно, особенно для колхозников, которые к нам пришли. Артур просто по-своему очень велик вообще. Они подумали, что Ленин ещё жив, и это Маяковский. Вот в чём дело. Ну, он на Котовского больше похож. Ну, как ему кажется, что он похож на Котовского. Но народу он больше напомнил Маяковского, который тоже был лыс. Товарищи? Товарищи. Это можно тоже. Да. Скажи, пожалуйста, дружище Серж, вот ушла из дома жена, это понятно, это такая риторика, как бы ты сейчас попал во всех тех, у кого ушла из дома жена. Даже здесь сто процентов... Даже к кому пришла опять домой, всё равно попал. Мне очень понравилась фраза «И тараканы ушли из солидарности к ней». Мы просто строим, учили, строим. И стоя аплодировали, видимо, в голове у них. Ау-е. Все твои песни, они всё равно немножко напоминают мне вот этот вот неистребимый из этого уральского рока, свердловского рока, да? Вот свердловского, челябинского, курганского. На самом деле настоящего. Не вываливайся из кадра, дружище. Опять что ли? Ты вываливаешься всё время, сейчас точно олени убегут, подожди. Олени убегут, да. Вот мне всё время кажется, что вот этот вот, знаешь, напыление группы «Чаев», вот это «Агата Кристи». Вот всё вот... Я думаю, что я тебя сейчас опровергну. Почему? Потому что на самом деле следующее произведение, которое я хочу исполнить, оно тебе напомнит, может быть, ещё какую-нибудь группу, которая там типа породнее. Надеюсь, не «Виагру» сейчас ты будешь петь. «Виагру»? Нет, я не пользуюсь «Виагрой». «Виагро». «Виагро». Вот, почему? Потому что на самом деле в нашем, так скажем, корневом рок-н-ролле там есть всё равно блюзовые, всё равно корни. Есть такие, потому что... Ты знаешь, что в русской народной песне вообще есть блюзовые корни? Знаешь об этом? Ну, я думаю, что... Пока, кстати, американский блюз в Россию не пришёл, все думали, что в русской песне нет блюза. Ну? Потом пришёл блюз, да, оттуда из Америки. Пришёл сюда, блюз, и оказалось, что наша гармония русская, она на самом деле блюзовая. Да ты чё? Я тебе отвечаю просто. Ты прикинь, я испорчен музыкальным образованием. Я закончил вокальное отделение. Академии имени... Нет, не академии, я просто закончил училище имени Чайковского в Екатеринбурге, эстрадно-джазовое вокальное отделение. Так получилось. Чайковский-то ваш что-то? А теперь я ещё являюсь студентом Московского педагогического государственного университета. Студентом? Да. Можешь себе представить? Нет. Ну как это? Да чё? Потом... Было бы неплохо, если бы ты приезжал на оленях ещё сюда. Такой, о, студент этот приехал сюда или нет? Я тебе скажу, что в 1982 году я жил в Петербурге. Можешь себе представить? Тогда он был ещё городом Ленинградом, я так надеюсь. Абсолютно точно. Так вот, моя жизнь в Питере побудила... Побудила меня... Побудила меня... Не путать с вас... Так вот, побудила меня написать следующее произведение, которое называется «Город дождей». Это произведение, на самом деле, оно написано как огромный-огромный большущий привет всем питерским музыкантам. Но, если смотреть на нашу рок-культуру в контексте глобальном, то эта песня для всех рок-музыкантов нашей страны. Уважаемые все рок-музыканты, эта песня о вас. О нас. Поехали? О-е. Город дождей. Оттуда, пожалуйста. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Оттуда, давай еще. Оттуда, вот займа. Хэ! Ты нашел, Серега. Петербург, как мужа повенчал, взял и повенчал. Как там в городе дождей? Как там Питер и Нева? Как там в городе дождей? От дождей Синева. Как там в городе дождей? Кто жив? Кто убит? Как там в городе дождей? Рок-н-ролл не спит. Хэ! Не спит, а он не спит Не спит Аврора на плаву Стволы зачерлены И по своим уже Не выстрелят из пушек У президента нет Другой такой страны И Питера другого тоже нет Другого все же нет Как там в городе дождей Как там Питер и Нева Как там в городе дождей От дождей синева Как там в городе дождей Кто жив, кто убит Как там в городе дождей Рок-н-ролл не спит Эй! Маккартни у столба У зимнего Маккартни У северной Пальмиры Душа из рок-н-ролла И пес совсем не черный От седины он белый Он весь как седина Большого мира Большого мира Ах! Как там в городе дождей Как там Питер и Нева Как там в городе дождей От дождей синева Ах! Как там в городе дождей Кто жив, кто убит Как там в городе дождей Рок-н-ролл не спит Эй! Как там в городе дождей Рок-н-ролл не спит Эй! Рок-н-ролл не спит Эй! Рок-н-ролл не спит Эй! Рок-н-рол не спеств